Всем привет! Сегодня проведем вместе мой выходной день. Мне уже гораздо лучше, я возвращаюсь к жизни и поделюсь с вами частичкой вдохновения и мотивации. Я надеюсь, вам будет интересно. Оставайтесь со мной. Каждый день я начинаю со стакана воды с лимоном или без и также несколько раз в неделю я стараюсь заниматься дома. Обычно я тренируюсь рано утром, около 6-7, пока все спят. У меня был месяц перерыва и сейчас мне, ох, как сложно, но я не сдаюсь. Дальше я готовлю себе завтрак. Рецепт моей любимой овсянки найдете в новом футбуке, это очень вкусно. Принимаю душ и наношу свой уход. Увлажняющий тоник пикси, крем от клиник для сияния кожи, люблю его. Клею патчи и пока они будут работать, я спускаюсь готовить что-то своим мужчинам. Покажу вам свой любимый макияж, который я люблю в реальной жизни. На все лицо я наношу сиси-крем от Фармацерис. Это довольно не универсальное средство и оно подойдет не каждому и тем более не делает того, что обещает производитель. Он не скроет серьезные покраснения или несовершенства, но хорошо увлажняет и дает такое легкое к среднему покрытие. Сейчас, когда я немножко подзагорела, он мне очень хорошо подходит и смотрится на кожу очень естественно, при этом держится целый день. Я также использую его вместо консилера, наношу под глаза. Сейчас, мне кажется, я даже больше мне нуждаюсь. Слегка придаю контур при помощи средства от Armani. Оно как бы есть, но его нет, то есть это продукт без текстуры. Он создает тень, но его вообще не видно на коже. Он очень просто и быстро, плавно растушевывается и на мне держится даже без пудры. А вот Т-зону я все-таки немножко припудриваю для того, чтобы под глазами ничего не скатывалось и лоб очень сильно не блестел, потому что сиси-крем очень увлажняющий. На щеки наношу персиково-розовый румяна с легким золотистым шиммером. Их у меня много в коллекции, просто беру одни из них. Дорисовываю у брови там, где мне не хватает цвета или насыщенности. Это у меня тени в холодном коричневом оттенке от Shu Uemura. Также вам их показывала. Завиваю реснички самым лучшим зажимом от Shu Uemura и крашу белорусской тушью XXL от Luxe Visage. У нее силиконовая щеточка, которая мне нравится. Она хорошо разделяет реснички, удлиняет их и держит изгиб также в течение всего дня. Фиксирую брови при помощи прозрачного геля. Это у меня Everline. Недавно в инстаграме я показывала вам несколько оттенков новых помад от Bourjois в таком карандаше. И мне подарили очень много оттенков. И сейчас я выберу какой-то для сегодняшнего образа. Помады очень удобные, потому что ими можно прорисовать контур и накрасить полностью губы. Называются они Velvet The Pencil. И это абсолютно точное название финиша, которое они дают. Для начала я наношу праймер. Это также новинка от Bourjois. Благодаря ему каждая помада будет наноситься более плавно и комфортнее ощущается на губах. И при этом еще и дольше держится. Я наносила его перед каждой помадой, которую вы увидите в этом видео. Я попробовала несколько оттенков. Название я напишу и в инфобоксе, и также увидите на экране. И что касается финиша, то он, ну вот, вельветовый. По-другому его даже не описать. Он и не плотный, и не слишком тонкий. Очень комфортно наносится на губы. Ощущается классно держится. Не отпечатывается. И мне настолько понравилась цветовая палитра. Есть и холодные нюды. Можно найти что-то с теплинкой. Есть и яркие оттенки. И осенние, и если вы ищете какую-то помаду и на каждый день, или на вечер, или на какое-то торжество, обязательно присмотритесь к ним. Даже яркие оттенки спокойно выдерживают перекус, или кофе, или очень много разговоров с подругами. Я на себе проверила. Я захотела попробовать что-то на осень. И также я решила разыграть несколько оттенков среди вас. Обязательно заглядывайте в инфобокс. Я все вам напишу. Условия участия в конкурсе, как обычно, будут самыми простыми. Я сделаю несколько наборчиков и подарю моим зрительницам. Я привыкла делиться с вами тем, что достается мне. Я все-таки решила остановить свой выбор на чем-то поярче. Это красивый такой морковный оттенок. И оцените, насколько хорошо мне удалось подобрать этот цвет к моему наряду. Я сегодня примерила такое нестандартное для меня сочетание вещей. Сейчас покажусь вам полностью. И вот эта помада просто безупречно дополнила мой образ. Люблю тебя, мамочка и папочка. Так мило. На мне джинсы из Традивариуса. Я покупала их весной. Жакет из Зары из распродажи. Топ из Манго. Сумка Топшоп. Серьги из Алиэкспресс. Ремень из Манго. Тоже из старой коллекции. Что-то еще. Туфли из распродажи в Заре. Поехали. Мы с подружкой отправились в H&M Home. И не просто так. Я захотела немножко освежить декор в той комнате, в которой я снимаю. Это мой маленький офис. Моя такая женская комната, в которой я навожу красоту. В которой я работаю. В которой я провожу очень много времени. И я люблю менять детали. В зависимости от моего настроения. От сезона. И это самый большой H&M Home, который есть в Кракове. И находится он в галерее Краковской. У меня есть некоторые золотые элементы в декоре. Именно в моей комнате. И я вот стояла и выбирала. Кстати, девчонки, нашла зеркало. Вы также можете его использовать как подставку под духи. Смотрится очень эффектно и интересно. А вот все горшочки для цветов вы можете использовать как подставку для кисточек. И также вот эти корзины я советую использовать как горшочки для цветов. Также по дороге домой я зашла в продуктовый магазин. И купила что-то, что у нас закончилось. Какие-то снеки на пляж. Йогурты. Или что-то, чего мне не хватало для ужина. Сейчас будем готовить вместе. В принципе, мы редко делаем такие грандиозные закупки. И я люблю зайти и посмотреть, что есть в магазинах. Как обычно, купила цветы домой. На лилии у меня нет аллергии. Так что высыпаю вот этот порошок, который продается с ними. И ставлю в зале, потому что здесь самое большое пространство. Они нам не будут мешать. Заварила чай каркаде. И для того, чтобы был айсти, добавляю лед. Конечно же, очень жарко, хочется немножко освежиться. Я хорошо помыла апельсин, нарезала его и погружаю в мой уже остывший холодный чай. Это правда очень вкусно. Я купила мелису. Мяту наверняка все из вас знают. А вот мелиса тоже дает очень вкусный привкус даже в воде. Вот попробуйте. На ужин попробовала приготовить картофель по рецепту, который придумала на бегу. Просто так. Значит, что я делаю? Поджариваю лук-шалот. У меня здесь две луковицы. И тем временем варю картофель. Выбирайте такой сорт, который не сильно разваривается, чтобы не получилось так, как у меня. К луку добавляю помидоры черри. Можете взять обычные помидоры. Также нам понадобится 2 чайные ложечки сахара, приблизительно на такое количество, как у меня. Я многое делаю на глаз, поэтому мне сложно сказать, на какое количество картофеля или помидоров это все. Ну вот как-то так. Перемешиваю все и тушу минут так 15. Через 10 минут добавляю еще и чеснок. Один или два зубчика, в зависимости от того, насколько вы любите чеснок. Еще раз все перемешиваю и тушу оставшиеся 5 минут. Тем временем я чищу фасоль. Я не знаю, как именно она называется, но вы видите, как она выглядит. Я срезаю корешки и буду ее отваривать минут 20, наверное. Картофель готов. Я переложила его в форму для запекания и выкладываю, это даже не повидло, это типа как по-польски, это конфитура, то есть карамелизированные помидоры. Также я сорвала свежий розмарин, вот так небрежно его выкладываю. Все немножко перемешаю и добавляю несколько кусочков масла, уже не смешивая, просто поверх. Включаю духовку на 150 градусов и вот такую функцию, то есть чтобы картофель немножко подпекся. Ставлю это все минут на 15, но смотрите, чтобы у вас он не сгорел. Очень вкусно получается, меня многие похвалили. Теперь сделаем польскую такую зажарку. Беру масло, у меня ги, ке, как оно там читается, и панировочные сухари. Немножко это поджариваю до тех пор, пока панировочные сухари немножко не подрумянят. Кстати, фасоль я варила в соленой воде. И ужин готов. Салатик вы можете посмотреть в последнем футбуке, опять же. Томак жарит курицу. И сейчас будем проводить время с семьей. Томак дал мне немножко сегодня отдохнуть, а вот вечером мы все вместе. И после семейного ужина я вернулась к декору. Оставила вазочку в зеленом цвете, которая у меня была. Докупила вот такую зеркальную подставку в H&M. Золото, зеленый. Очень красиво будет смотреться с оранжевым или горчичным. Кто как видит этот цвет. Я не хотела покупать что-то особенное, поэтому взяла свечу и вот такой элегантный, скромный подсвечник. Добавила вот такой зеленый шарик, который у меня уже был. Достала свою золотистую зеркальную подставку, на которой у меня всегда располагаются духи. Я снимаю для вас что-то вблизи. Поставила те ароматы, которые подходят мне по цвету, остальные спрятала в шкафчик. И также выложила какие-то мелочи, которые меня радуют. И получилось вот так. Я нашла очень много классных вещей, таких из декора. И на Алиэкспресс, и в H&M Home я все-все оставлю вам в инфобоксе. Я сама еле сдерживаю себя, чтобы скупить все, что я вижу. Пришло время организовать мой туалетный столик. После съемок здесь всегда катастрофа. Мои кисти уже не помещаются в маленьком подсвечнике. Да, это на самом деле был подсвечник, поэтому я купила горшочек для цветов и все переложила туда. Вот теперь получилось идеально. А в маленькую подставку я сложу помады и всякие мелочи. Также я купила вот такую железную корзинку. Положила туда что-то из ухода, тональные средства и пудру, в которой они помещаются. И вот меняю наволочки. Это самый простой и удобный способ освежить интерьер. Я надеюсь, вам было сегодня со мной интересно, вы вдохновились. Если да, не забудьте поставить пальчик вверх. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok